Многие люди интересуются, ты как основатель группы Карбид, мог бы рассказать историю группы Карбид, как вот она создалась? Истории как таковой не было, это просто пьяному Гарри написали, Карбид, действительно я, это крематория, аскориабилитация, безобразно искажённого трупа, да, это я написал, но как таковой музыкальной команды не было никогда, её не существует и не будет никогда. Чисто это как пьяный, это хренотень, ничего. Субтитры сделал DimaTorzok Пока не оказался группа Залп и группа Скелп, это действительно мои друзья группа Скелп, который параллельно в классе со мной учился на ударник ихний, а группа Залп это где Рэмбо, царство небесное. Ты умеешь играть на гитаре? Только блатняк. Только блатняк? Нет, я тебя умоляю. А так, я считаю, лучшая команда, которая была когда-то у нас, в смысле я имею ввиду Орёл, это Ночная Трость, лучшей нету. Понятно. Было очень многое, но всё это как оно. Витя, а как ты относишься к байкерам? Потому что вот ходит такая твоя поговорка по интернету, дай бог здоровья байкерам. Дай бог байкерам здоровья! Как вот ты относишься к байкерам? Обалденно отношусь. Ну, во-первых, байкер человек, который на деньгах это раз. Ну, байкеры это богатые люди, но говна нету. Байкеры они настоящие, цельные. А как вот ты относишься к тёлкам и байкершам? Есть такие? Нормально, если пить обритые, я их люблю. А есть знакомые байкерши у тебя? Ну, официально нет. Я тебе говорю, вот такая же все кричат, коронавирус, коронавирус. На каждом углу, на каждом, это как он называется, каждый канал. Вот только остался вот этот канал, как он называется, карусель. Смотрим все карусели. Да, я... Так, Витя, ещё вот такая тема, блин. Нужен ли России новый рок-герой? А у них и не было никогда у него... Ну как, подожди, вот Виктор Цой, Летов... Ой, да нет. Горшок. Не смеши, горшок, наркоманов. Нет, нет. В России... Я знаю, что... Виталий Кушнерчук. Нет. Слушай, меня взбесило, взбесило до боли Кренатин Передача, где... Как оно называется-то... Господи, где... Богдан Титамир, все это... Ага. До 16-ти и старше. Нет, нет. Где это, как вы, Середов, ну или, как вы, знаете... Ну ладно, не важно, ну и чё. Вот. Мне взбесило, когда Богдан Титамир вот в следующее воскресенье будет петь песню... А... Как бы тебе не соврать, как же его называется... Ай... Ай... Ну, блин... Уж забываю. Постоянно это... Бременские музыканты, вот это вот... Бременские музыканты? Ну, песни именно. Богдан Титамир эту песню будет петь. Мы свое призвание не забудем, вот это... Да, да. Мне просто взбесило. Это... Я понимаю, Махомаев это... Холос. Это... А это... Говно полнейшее. Так, Витя, она тебе... Давай насущно, блин... Когда я у тебя на свадебке погуляю с веселым пирком? Упаси Господь! А чё? Не хочешь свадьбу сыграть? Блин, мамка-нибудь денег-то даст, глянь, как загуляем, блин... На три дня, представляешь? Мы у тебя на свадьбе будем лупить. Многие молодые парни, вот, блядь, не знают, что делать, короче... Когда... И вопросики там задают, блядь, вот, типа, тёлка нравится... Не знает, что с ней делать, типа, туда-сюда, блядь... Вот, чтоб ты им посоветовал, что надо делать на первом свидании? Первое свидание? Ну, вот, пригласил тёлку на свидание и не знает, что дальше делать. Ну, вначале шиндаж мякнуть, выпить, обнять, поцеловать и... А чтоб ты посоветовал, какое бухлишко брать тёлке? Ну, не самогон, это точно. Точно? Червитки бутылку её. А потом... Винчика какого-нибудь, да? Да, а потом просто потеребонькать. В смысле потеребонькать? Не понял. Ну, залезть в трусики её. А, к ней залезть в трусики? Ну, есть и... Нет, к себе её... Я так и подумал, да. Потеребонькать ей. Ха-ха-ха. Я думал, к себе залезть. Ха-ха-ха. 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 Ну, а вдруг она против, вдруг она стесняется там... А тогда всё, досвидос бабище, я найду себе посерьёзнее. А, то есть... Да не бывает такого сейчас. В данное время, это... Да, Женя, в наше время, в 80-е там... Ну, да. Женщины были целом... Более целомудренные. Сейчас я тебе умоляю, ёптемли. Пищу покажут тебе, она сама тебя догонит, и вот ты... И схватит забалду её. Ну... Нет, сейчас это... Ну... И, кстати, это очень плохо и очень неприятно. Вот это с моей стороны. Ага. Вот. Ну... Но винчик надо брать, да? Нет. Ну, естественно, ёпт, на червивочку... А куда надо везти её? Ну, не в подъезде ж там, блядь, бухать. Или в подъезде тоже можно. А это парень сам должен её решать. Да. Ну, а что, у нас мало подворотины? Да я б не сказал, что их тут стало до хрена. Они тут что-то все теперь... Милиция кругом ходит. Прикинь, ты в подворотне там винчик пьёшь, блин, с бабой, а потом ей лезешь в трусики. И тут, короче, мусора нарисовывается. Как это? Да мне то бы сажать нужно. Как это будет выглядеть, блин? Имею право, я. У бабы сразу психологический стресс на всю оставшуюся жизнь. Ну, это я не понимаю, что это за баба такая... И нахер она нужна? Ага. Что, ты сам по волости не был? Я подворотник зашёл. А, короче, я так понимаю, что лучше... Ладно, вот так. Ой. Всё, до свидания с девицей. Лучше брать опытную какую-то бабу, да? Ну, вот если, допустим, чувак решил потерять девственность... А, девственность? Ну, не заднюю, а такую, нормальную. Ну, тогда что ты ему можешь посоветовать? Вот знаешь же, сейчас же там вот типа чуваку уже надо уже в 15 лет кого-то натянуть, потому что в классе там уже подстёгивает, уже кто-то кого-то натянул, уже фраером ходит. Ну, они, блять, ну это... Я не понимаю, что это за парень, который, как ты говоришь, ему уже 14-16 лет, а он ещё голую писью не видел. И это... Так, пизду, ёпта, я задручу её. Пинка под жопу, ёпта, и пускай дома её порнофильмы смотрит. Ну, а ты когда голую писью-то увидел, деятель? Мне было, как бы тебе не спиздить, 13 лет. На колпакчи, как сейчас помню, вот здесь, вот внизу. У цыганки пьяной? Да ухомонись. Нет, девчонка, она от меня моложе была. И первый раз я, ну... Что, Винчика купил, блять, и на свидание? Какой ёпта, Винчика, я тебя умоляю, ёпта, блять, так просто... Писи-писи, ёпта, и всё. Короче, я понимаю, так что... Ничего такого не было. Секса не было, писи друг другу показывали. Ну, это не секс называлось, это даже не ебли, это издевательство над половым актом, ёпта, вот. Это про что? Ну, мы просто чпокнулись там в подвале, ёпта. А, в подвале? Нет, ёпта, ёпта, ёпта. А, ха-ха-ха-ха-ха. Да, блять. Всё шикарно. Ха-ха-ха. Шикарно, шикарно. Ну, а ты сам первый раз, я в бабичу, когда её птич попнул, тоже, наверное, лет 14 было. Ну, не в подвале, у меня, блин, своя комната в квартире была. Не в подвале. Мать выгнулась, как её это? Мать в ночь была, мать в ночь была, и батя тоже. Да. У меня как бы они работали по сменам, так что у меня вся ночь была. Ну, фортанула её. Фортанула её. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. а теперь я портанула в подвале а мы как раз столице выезжали молодой совсем и подвале видела еще потом тоже лет на 10